здорово народ сибиряк 007 с вами давно не виделись как говорится как давно как минимум неделю вот хотя между моими рыбалками разрыв был в немножко поменьше вот пока еще лед с реки не ушел двигаюсь снова то же место где был прошлый раз сегодня получилось приехать немного пораньше мне больше времени и хочу попробовать еще в одном месте побросать проверить как там состоит дело с рыбкой если в экспериментальном первом месте ничего не будет значит просто вернусь туда же где отловился на прошлой рыбалке ну а там будем посмотреть погода сегодня для рыболова мерзкая противная потому что пасмурно дует холодный северный ветер еще надо дождь со снегом идет в общем для нас попа для рыбы кайф значит по комплекту снастей которые сегодня взял прошлый раз ничего не говорил это спиннинг от китайской фирмы цуриное модель называется дипа так плюс 812 то есть длина у него 247 то есть от 7 до 25 граммов заявленным вот это у меня береговая джиговая палка пока что позиционируется взял его нынче на тест вот посмотрим что я покажет в течение сезона потом про него расскажу подробнее катушечка шимановский ванки шестнадцатого года в размере 4000 hg вот взял его с аукциона на зен маркете заказал вот по цене получилось вообще очень хорошо то есть новую катушку на аукционе выиграл по цене но получилось чуть ниже чем просто заказывать с магазина взял именно такой размер то что большая шпуля для дальнего заброса с берега и быстрая передатка тоже хотел спробовать именно с быстрой передачи половить береговым джигом вот плетенка тоже новенькая это от фаворита x1 плетеночка 06 заявлено по факту например 06 есть по японской нумерации вот пока что впечатление от всех этих снастей крайне положительная вот но это пока первые впечатления дальше посмотрим расскажем уже после какой-то практики опыта в общем решил я уходить сейчас сразу выше устья реки на чистую воду побросал здесь полчасика нет контактов с мирной рыбой а поэтому я думаю и смысла здесь тоже стоять нету половина реки мутняк чистая часть воды очень далеко то есть я немножко краешек и цепляю все всем может быть даже до рыбы не забрасываю она возможно идет ну мирная рыба плотнее туда к берегу чистой воде там же и хищник выше устья река поуже там легче добросить вот и скорее всего вся рыба тоже сейчас пока жмется к чистой воде потому что ну есть выбор не было выбора она бы конечно и в мутное было но когда есть чисто зачем стоять на мутнике и забивать себе жавры правильно а вот ты нашелся наш сопливый друг он как вершинку колбасит на проводке короче лишь получается пришел тогда он стоял на той стороне или еще сегодня он стоит вдоль этого берега есть под берегом канава метра 45 на той стороне миляк и вот он собрался прям под этим берегом мне все показалось нет вот постоянные опа 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 а ну да что и требовалось доказать вот он товарищ этот так но если он стоит под берегом может быть и хищник стоит тоже у берега и есть тогда возможность побросать легкие веса с каким-нибудь силикончиком мелким может быть хищник стоит здесь же рядом под берегом далеко кидать не надо кто поддавил садачок садача кекс садачок ну-ка давай сюда вот паркуйся вот гад удрал ёпсиль мобсиль чё-то как-то его криво косо вытаскивал набила и носку и мандалу но как я предполагал вот здесь вот стоит где вот под под берегом есть лещи и он тут же рядом трется ну ладно ну вот можно сказать от нуля мы ушли первую правильную рыбу увидели то есть логика моя работает чистая вода бель а не мутняк и отсутствие били хоть там тоже место интересное проводку делаю очень неспешно чередую либо два медленных оборота либо один оборот катушки чуть побыстрее поклевок у рыбы что вчера что в на прошлой рыбалке что сегодня нету как таковых то есть рыба просто подвисает приманка падает на дно она там подходит аккуратненько хватает начинаешь делать подмотку и чувствуешь тяжесть навалившуюся вот возможно поэтому резина мне пока что ничего не дает пробовал побросать твистерами виброхвостами но тишина поставил снова мандул такой вот мандул от лидера наши бар на улице делают в том году они у меня отлично работали ну и нынче то есть продолжает приносить результат это 75 миллиметров размером билайн я не очень верю в желтый цвет по судаку но там есть черный который ему нравится и там стример на хвостике с зелененьким оттенком который тоже судаку нравится поэтому я такой ухты как будто поклевка некий такой универсал то есть на него и щука может клюнуть на билайн и судак покуситься и окунь желтый цвет любит особенно вот по весне в холодной воде часто по нему срабатывает и сюда моя хорошая рыбешка аккуратная поклевочка передавай как без этих вот сходов и прочей лабуды ух страшно так а походу это судакевич и хороший судакевич так сопротивляется ох ты ну так тоже бывает не судакевич смешное другое ребята когда мы так ловили щуку я даже не знаю это честно или нет она у меня в этой тихо тихо не крутись то есть прикол чем вот она в петле это как вообще щук в петле ну ты какой-то еще молодой щук неожиданно я тебя поймал конечно давай вода ледяная ледяная конечно какая тут резина поэтому и работает мандал пусть тяну всякого ел за попу за хвост за глаз там не знаю на леске держалась еще что-то ну так чтоб просто петлей так еще не ловил так как-то вчера мне везло на зацепы в том плане что я не поймал ни одного господи что вчера и до вчера это было позавчера а сегодня хана одной приманки но вот будем вязать новую вода холодная рыба пассивная поэтому тут уже говорится не знаешь во что верить и чем себя внушать что так будет лучше вот поэтому стал вопреки тому что раньше использовал поводок металлические сейчас стал вот по ранней весной использовать поводок из флюрокарбона потому что в основном рыба даже если та щука то есть она хватает все равно со самый-самый краешек за кончик ну либо как видели в петлю каким-то образом садится вот поэтому все равно и зубы скорее всего не дойдут до поводка если она ударит выше то как правило толстого флюра все равно хватит чтобы задержать ее зубы да да если та щука небольшая на деле сопротивляется на такая вообще полуживая поэтому думаю на флюрею можно будет достать вот использую такой вот флюрик 045 от бальсикса он не сильно жесткий может даже сказать достаточно мягкий поэтому вяжется в принципе руками тоже нормально правда что перекусывать он до инструментов а то зубов так надолго не хватит вот потом никаких хитростей там не делаются с особыми узлами как многие там используют допустим тот же узел убрает а банально вот вертлюжочек застежка вертлюжок восьмого номера застежка нулевка то есть такое делаю стандартный поводок сантиметров 25 длиной и в бой на улице не холодно плюс два градуса ветер северный фоновые пять метров обещали с парами до 13 но где-то она так и есть поэтому надо с чайком взбодриться чайком и маленько сушек погрызть чтоб с чаем было не скучно да продолжить стучать по дну призываясь к поклевкам местных рыбов с джигом пока тотальная тишина перебор проводок оснасток ничего не дает все проводить отводной поводок поставить у меня уже флюра заготовлены есть на бобине уже даже привязаны как надо вот поводочек сейчас к нему прицеплю крючок с приманкой попробую побросать отводной с мелкой резинкой с миленькой с миленькой резинкой стрекозу поставлю лару фахачковскую и под нее мега маленький овсетник 10 номер аж опа есть какая-то рыба на отводной поводок попалась да ладно не уж то окунь все-таки здесь есть ну-ка 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 кто там у нас а он самый ребятки да и размерчик такой в ленчик какой хорошую что перед стрекозой трудно устоять да ну да такое очень даже неплохое кунишка толстенький пузатенький явно с икрой хороший окунек пришел сработала моя теория она была в следующем 10 вдоль берега я уже говорил себе находил мирную рыбу вот и скорее всего все что здесь плавает плавает возле нее а тут возле берега коряги еще находятся вот я прямо в эти коряги отводной поводок и очень медленной проводкой такой по пол оборота катушки ух ты там мирная рыба что ли стоит ну стоит и немало и рядом с ней видимо там же и окуни в коряжках сидят поклевки тоже как таковой не было то есть на паузе он видимо съел вот сейчас была поклевка очень четкая и вот рыба не дал договорить там по ходу стайка добрых матрасов не зря с собой поводок отводной оба еще один красавчик слопал стрекозявину вот что интересно окунь ранней весной он такой яркий такой контрастный примут у него прям полоски четкие плавники красный брачный наряд наверное это худющий как не знаю кто очень мне нравится как палочка работает с жиговыми техниками и на забросе и на проводке то есть такая можно сказать классическая он совка ближе на к японскому типажу и с отводным поводком у час грузится 14 граммов все очень четко и понятно как он там ползет где по коряжке где по дну по мягкому по твердому от сейчас было очень аккуратно такая нежная поклевочка things иди сюда и и с чувствительностью не тоже полный порядок и вот такой вот еще барбос прицепился но это конечно пока самый юный опа хороша была поклевка окнука ну-ка вылазь давай из коряк не надо в коряги сразу на глиссирование приходится выводить а то там коряжки и может ломануться там и останется теперь можно уже и что называется удовольствие получить спиннинг пролипает даже к окуню о хорош барбос вот такие вот полосатые красавчики радуют нас сегодня поклевками пока на джиг тишина можно и с кунями кайфануть до стрекоза не могут они перед ней устоять не летом не осенью вот мы зимой не проваловать может быть и зимой не могут устоять таки провалила и зимой на лорусе провали пишите как это у вас получается не получается мы сам в отвес видел там петраш как ловил ну не знаю я не решаюсь пока на такие эксперименты так он там сидит и вот ух ты и что-то хорошая сидит не надо в коряге не лезь не лезь корягу мух там не окунь там какой-то боров едет по ходу вот чем люблю весеннюю рыбалку никогда не знаешь что будет сегодня потому что то что было вчера может наверняка не повторится его мы ребята там обалденный окунь вот это поросенок это поросенок да ты круглый как шар обалденный окуняра тут наверное под полкило веса он еще толстый круглый наверняка и криной блин этого красавца мы конечно же отпустим дальше не реститься девочка наверняка такая вот пузатенькая аккуратно так под навалил сейчас шел думал то коряга шатается потом понял что как коряга то может сама шататься что там кто-то есть а тамбус под навалился такой колобочек классненький и жует сидит нашу стрекозу шикарная рыбеха иди круглый бульк сто пятьсот первое перемещение из одного угла в другой угол но что поделаешь есть пятак вот по нему и перемещаюсь по сути три точки с которых можно побросать тык-тык-тык-тык-тык так иди сюда дождался кто бы ты там не был но я тебя дождался я надеюсь ты судак да детка иди сюда знай наших попался зараза ну что ребятки труды вознаграждены я тоже на часа два или три я хожу вообще без поклевок ну там непонятно непонятный контакт это бывает вернулся опять на исходную начал стучать джигом пробовал поролон и обнаружил что под берегом снова появилась мирная рыба то есть появились контакты с белью побросал поролон бесполезно навел и поролон к 0 эмоции ну и вернул снова сегодня манду в цвете билайн только теперь она мне поменьше размером 60 миллиметров потому что все 75 я уже оторвал и вот этот красавец нас сегодня еще порадовал поклевкой так вот злобно съел притом съемную хорошо по самой не хочу может быть начался выход поэтому на пробовать поймать чем еще блин обожаю весенних судаков принципе люблю судака а то я уж думал так и останусь с утренним сошедшим судаком из нормальной рыбы джиговой на нет все таки дождался еще одного красавца все ребят пошел и домой такая вот она весенняя рыбалка очень трудовая начал где-то в двенадцатом часу дня ловить сейчас время 8 часов вечера и вот за это время практически непрерывных забросов все что я поймал вы их увидели в этом видео кому понравилось ставьте лайки подписывайтесь на канал поддерживайте ролик комментариями ну до новых встреч пока пока до новых встреч